День космонавтики 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 Но, наверное, тем, кто помоложе, мы что-то приоткроем, потому что просто они этого не знают. А те, кто постарше, они вместе с нами повспоминают, наверное, поностальбируют. И я надеюсь, что у них возникнут какие-то хорошие, добрые эмоции. Почему центр Барнаула ты предложил? Ну, во-первых, центр Барнаула для меня дорог, как для человека, который родился, вырос и всю жизнь живет в этом городе. И вот, как бы, вся моя жизнь прошла именно в центре города. И учеба, и работа, и жизнь. Ну, а во-вторых, Барнаул – центр Алтайского края. И мы расскажем о центре центра Алтайского края. Вот как-то так. Ну что, тогда небольшая экскурсия. Поехали. А вот здесь примерно, где стоит сейчас пассаж, как мне рассказывал историк и краевед Вадим Бородаев, находилась деревня Усть-Барнаульская. Она появилась примерно в 1734-1735 годах. И одно время считалось, что именно с нее начинался Барнаул. Деревня была маленькая, всего несколько дворов. Но потом историки пришли к выводу, что все-таки не она положила начало городу, потому что деревня, после того, как появился Барнаульский медиплавильный, а затем сереброплавильный завод, деревня вскоре исчезла, а все-таки город строился вокруг завода. То есть не деревня стала основой города, а вот именно вот этот вот завод, который по инициативе Демидова был построен. А вот рядом здесь гостиница, гостиница Алтай. Построена она как кинотеатр «Родина». Тоже была, по-моему, в 1941 году. На первом этаже здесь раньше был гостиничный ресторан. И я помню, всегда около двери дежурил швейцар. У него были такие черные блюда с широкими желтыми лампасами и фуражка с желтым околышем. Вот он всегда стоял у дверей. А я маленький помню, всегда летом с балкона смотрел. Мне было очень интересно. Он вроде ничего не делал, но это вот как такая экзотика воспринималась. Вот этот вот желтый дом, где аптека, он в узких кругах известен как дом 287, потому что он по проспекту строителей, а раньше по улице Новой, имеет номер 2, а по проспекту Ленина имеет номер 87. 287 раньше стоила водка. И поэтому этот дом так и называли 287. И вообще вот площадь Октября была, в общем, таким достаточно злачным местом. Мало того, что это дом 287, здесь гастроном под шпилем, в котором всегда можно было купить. В этом же здании, где гастроном под шпилем, с другой стороны, был знаменитый ресторан «Чулок». Значит, вот там, где сейчас художественный музей, та его часть, которая не работает для зрителей, там было кафе «Льдинка». И рассказывают, что изначально тот памятник Ленину, который сейчас снесли, у него рука была правая, она показывала прямо на гастроном. Вот есть такая байка, что когда руководство убедилось, что как-то Ленин не туда показывает, то руку ему переделали, потому что, в общем, местная пьющая публика, она трактовала это по-своему, что вот дом 287, гастроном, чулок, кафе, все в одном месте, и Ленин показывает, куда идти. Итак, мы начинаем проект «Три четверти», посвященный 75-летию Алтайского края. Совсем скоро вы узнаете, где должен был появиться первый городской парк, что осталось от Иоанновской кладбищенской церкви и как это – бомбить по сапогу. Непридуманные истории памятных мест Барнаула, архивные и музейные материалы, воспоминания старожилов и рассказы нашего современника. Все это в проекте «Три четверти» не пропустите. Вот такая вот история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова